Приветствую вас, вам уже отвечали мои коллеги по вашему вопросу, мне кажется, что отвечали достаточно пополно, вот, поэтому постараться мне бы не хотелось. Единственное, что мне бы хотелось заметить у вас в тексте, это то, что вы, во-первых, требуете чего-то от молодого человека, хотите, чтобы он вам это что-то, то, что нужно, вот, именно вам, да, и обещайтесь на него за то, что он вам этого не даёт. То есть вы, как бы, отказываетесь, по сути, по сути вы, как бы, отказываетесь принимать выбор человека. По сути вы, как бы, отказываетесь принимать его позицию в позицию, которая у него есть, вот. Ага, что это значит, да? Ну, по факту, получается, что на сегодняшний день мужчина не готов с вами выстраивать отношения, такие, какие хотелось бы вам, по крайней мере, вот. И по факту получается так, что вы требуете от него, чтобы он с вами выстраивал эти самые отношения, которые нужны вам, но не нужны ему. И заметьте, что про секс, например, первое сказали, вроде бы, вы, а не он. То есть вы подумали, что ему нужен секс, а не он. Он вам, вроде бы, как, даже ничего про это не говорил. Ну, вот, изначально сам мужчина, да, он вам ничего не говорил про то, что ему нужен секс. Вообще, вроде бы, про секс вам не говорит. Вот. Но вы почему-то подумали. И, исходя из этого, можно предположить, что вы боитесь близости, боитесь, вот, чего-то такого, да? Вот. Ну, можете бояться, опасаетесь. Вот. И здесь, конечно, нужно выяснять причину этого. Причину того, почему, почему вы боитесь, вот, близости и так далее. Вот. Это так. Но самое, конечно, важное, это то, что вы отказываетесь принимать выбор мужчины. То есть вы встречаетесь всего два с половиной месяца, а вы уже требуете от него, там, ну, чего-то, вы уже требуете от него каких-то действий, вы уже требуете, чтобы он был таким, каким вам хочется его видеть. Вот. А не таким, какой он есть. Вот. И мне это представляется тоже достаточно негативным фактом в этой ситуации. Смотрите. Значит. Видимся только один раз в неделю, с пятницы на субботу, ходим только в кино на ночной сеанс. Опять же. Мужчину это устраивает. То есть ему нравится так взаимодействовать с вами. Да, я понимаю, что не нравится вам. Я понимаю. Но если не нравится вам, то вам же и нужно что-то делать. Вам же и нужно что-то менять. Например, например, сказать мужчине, что прости, дорогой, как бы так дальше продолжаться не может, или я так дальше не хочу, или что-то ещё. Да? Да? Но вы же этого не делаете ничего. И возникает вопрос, а почему? Потому что, наверное, наверное, я не знаю, но наверное, вы можете себе представить, что ответит вам мужчина. Скорее всего, что-то вроде не нравится, значит, уходить. Да? Вот. А уходить вы не хотите. Вероятно. И вот в этом весь вопрос. Понимаете? В этом весь вопрос. Насколько вы свободны в отношениях, в отношениях. Насколько вы непринуждённы в отношениях. Насколько вы являетесь, ну, собой, например, в отношениях. Опять. Понимаете, какая история. Если вам не нравится, то вы просто говорите, что дорогой, меня не устраивает, что мы видимся всего один раз, там, в неделю. Вот. Он говорит, ну, а я не могу, там, чаще видеться, например. Да? Вот. Ну, не могу я, вот не могу чаще видеться. И вы ему тогда просто говорите, ну, хорошо. Хорошо. Ты не можешь, я поняла тебя. И всё, тогда нам с тобой, наверное, не по пути просто. И всё. И это нормально. Понимаете? А вы, вот, что делаете вы, да? Вы пытаетесь, там, понять, мужчину, вы пытаетесь, там, понять, там, его позицию. Вот. 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 Тоже интересный момент, да? Люди пытаются понять позицию другого человека. Да? То есть не себя, не себя пытаются понять, а других. И здесь возникает вопрос, воля неволи. Так, а что важнее, я сам или другой человек? Понимаете? И если я пытаюсь понять другого человека, то могу ли я его понять? Что мне нужно для того, чтобы понять другого человека, чтобы понимать другого человека, что мне нужно для этого. Да? Вот. А для этого нужно, чтобы человек понимал сам себя. Человек, который понимает сам себя, да? Он будет свободным. И, скорее всего, такой человек, ну, он просто позволит другому быть самим собой. Дальше. В остальные дни обработаем допоздна. Никаких, никаких подарков. Только я подарила на Новый год. Он мне ничего, но провели мы Новый год, а каждый в своей семье уехали к своим родителям. Ну, здесь вообще есть, конечно, интересные моменты. Например, для чего вы дарите подарки вообще? Ну, вот вы говорите, что вы ему подарили. Ну, хорошо, вы ему подарили. А вы, вы молодец, да, что подарили ему. А вы чего ожидали? Вы ожидали, что он вам обязательно подарит или что? С какой, с какой целью дарили? Дарили, дарили, чтобы, чтобы что? Чтобы что было, дарили. Понимаете? Вот. Если дарили, чтобы получить что-то для себя, то это не самый, не самый лучший вариант. Не самый лучший расклад. Дарить что-то для того, чтобы получить что-то для себя. Вот. Если вы дарили, там, просто от души, от души дарили. Замечательно, здорово, если вы дарили от души, но тогда непонятно, к чему вот это вот то, что вы пишете по поводу, по поводу того, что он вам ничего не подарил. Не подарил. Ну, вот. Про Новый Год вы пишете, что Новый Год мы провели не вместе, но каждый из нас уехал к своим родителям. А предложение было? Предложение провести Новый Год как-то, ну, как-то вместе. Было, поступало от вас такое предложение? Или нет? Понимаете? То есть, если поступало, а он отказался, это одно. А если не поступало, и вы оба просто сделали то, что делали всегда, то это нормально. Потому что вы встречаетесь еще не так много, чтобы, возможно, интегрироваться в жизнь друг друга. Вот. Понимаете? То есть, здесь, конечно, нужно рассматривать то, как вы ведете себя с молодым человеком, вашу модель женского поведения, потому что есть у меня какие-то сомнения относительно ее. Ну, вот. Да, сомнения есть относительно. Относительно того, насколько вы раскрываетесь, ну, перед мужчиной. Насколько вы раскрываете себя, раскрываете свои ценности, свои желания перед человеком. Вот. Есть у меня сомнения на этот счет. Потому что, если вы этого не делаете, то ничего удивительного в том, что у вас не получается устраивать, отношения нет. Так, значит, так, никаких цветов, ухаживания или что-то, кто приезжает за мной на машине. Опять же, опять же, предположим, что вам действительно нужны цветы. Вот. Предположим, что, предположим, что это все так. Если это так, да, то мужчин это вам нужен тогда, ну, как минимум соответствующий тому, что вы хотите. Понимаете? Понимаете? Мужчин это вам нужен такой, чтобы дал вам то, 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 чего вы желаете. А вы выбираете мужчину, который, ну, как я понял, дать вам, вам, эм, того, что вы хотите, не может. И волей-неволей возникает вопрос. Так, а вы себе такого мужчину выбрали по какой причине? Специально или как? Вот. Это первое. Это первое. Второе. Вот именно ухаживание, да, если они вам, ну, действительно нужны. Ухаживание. Что вы в них вкладываете, в это ухаживание? То есть, зачем они вам? Как вы к ним относитесь? Считаете ли вы, что это нужно? Да? То есть, если это нужно, то для чего это нужно? Если это нужно, то, соответственно, что вы делаете для того, чтобы это реализовать, да? То есть, если вы считаете, что мужчина должен, там, ухаживать за, ну, за своей женщиной, если вы считаете, что мужчина должен так себя вести. Вот. Это хорошо. Это хорошо, если вы так считаете. Много интересует вопрос именно обеспечение этого. Понимаете? Вот. Ибо если вы не обеспечиваете, то какой тогда толк от того, что вы требуете. Понимаете? Вот. И еще один момент. Это момент, связанный с тем, а для чего? Вот для чего мужчине за вами уходят? То есть, почему он должен это делать для вас? На первый взгляд, наверное, такой странный вопрос. Да? На первый взгляд. Но если так подумать, то мужчина делает для женщины что-то, когда она ему интересна. Если она ему не интересна, он ничего, ничего не делает. И получается, что если ваш мужчина для вас ничего не делает, значит, вы ему не интересны. Если вы ему не интересны, то возникает вопрос, а что вы делаете для того, чтобы быть ему интересной? И самое главное, если вы будете стараться, стараться быть для него интересной, то не потеряете ли вы себя? То есть, побольше, побольше, побольше мыслей о себе, побольше каких-то вот личностных моментов здесь, побольше именно акцента на себе. Не на нем, а на себе. Понимаете? Дальше, значит, так. Говорил, что хочу видеться, решил куда-нибудь ходить. Он дал ответ, что надо ей сказать, мне увидится, что я буду делать. Ну, не очень понятный ответ, если честно. Но очевидно, что мужчина не хочет. Если он не хочет, это его право, но тогда и вы, и вы тогда тоже имеете полное право не хотеть чего-то, да? Вы говорите, секса у нас не было, и я пока не готова перейти в интимные отношения. Лишь пишет, кто скучает. Ну вот, когда вы говорите о сексе, да, вот когда вы пишете о нем, о, собственно, сексе, какую цель вы представляете? То есть, вы пишете о сексе, потому что сами его хотите? Вы пишете о сексе, потому что он вам нужен? Вы пишете о сексе, потому что мужчина намекает вам на него? Или как? Или что? Понимаете? Потому что, ну вот, мне кажется, что должны быть причины, по которым вы сами заговорили про секс. То есть, это нормально, что вы не можете, точнее, не хотите сейчас переходить в интимные отношения. Это нормально. Потому что, ну, вы, как бы, друг друга не так, чтобы, знаете, хорошо, да, и, соответственно, нет доверия у вас друг к другу. Это нормально. Но вы об этом заговорили, как бы, первое. И у меня к вам вопрос. Почему? Почему вы об этом заговорили первое? О сексе. Так, пишет, кто скучает, мне кажется, ему нужен только секс. А что на это указывает? Ну, зачем тогда столько морочиться со мной, если я говорю прямо, что не готово? Эм, тут вы сами как-то решаете, да, то есть, сами отвечаете себе на вопрос. Я не увидел ничего подтверждающего того, что мужчине от вас нужен только-только секс. Честно. Я увидел только то, что вы думаете о сексе. Так, теперь этот вопрос, что ему нужно, нужно разбирать более подробно. Потому что, если вам кажется, что ему нужен только секс, ну, это вам кажется. Нужен анализ. Зачем тогда морочиться со мной столько, если я говорю прямо, что не готово? Значит, ему нужен не только секс. Или ему одиноко раз нашел такое развлечение, что ходит со мной по ночам в кино. То есть, вы считаете, что вас используют. Это значит, что у вас заниченная самооценка. Вот, о причинах заниченной самооценки и нужно говорить. Самое странное, когда повторяют, что, мол, я его не люблю, хотя от него не требую ответа на вопрос, любит ли он меня, и я его не задаю. И давит, чтобы я сказал ему это первый, что люблю его. Ну, знаете, если мужчина давит, значит, ему точно нужен не секс, ему нужна какая-то более такая высокая, ну, в этом плане, не настолько примитивна ему нужна рулятворение, не настолько примитивна его цель, не настолько примитивна его желание. Видимо, есть у него еще какие-то потребности, которые он хотел бы реализовать. То есть, это может быть самоутверждение какое-то, это может быть... Да, на самом деле, все что угодно может быть, тут гадать можно очень долго. Вот, я не думаю, что это хорошая идея гадать, и я не думаю, что вам это что-то даст. Важно другое. То есть, мужчина на вас давит, значит, ему это нужно, значит, думает о себе, значит, он не думает о вам. И значит, ему необходимо, чтобы вы вот ему как-то, ну, сказали, что вы его любите. А это значит, что для него это имеет значение, что, что вы, ну, чтобы вы сказали ему, вот. А это не страшно. Вот. И все. Поэтому я думаю, что здесь нужно обязательно, вот, проанализировать, чего мужчина хочет. Вот. И посмотреть, можете ли вы ему это дать. Чтобы потом не остаться, да, ну, вот, в проигрыше. Вот. То есть, я бы, я бы здесь вам порекомендовал бы спросить у него прямо о том, почему он давит на нас. Зачем он это делает? Что ему нужно? Ну, вот, грубо говоря, скажите вы ему, грубо говоря, да, что любите его и его. И что дальше? Что изменится? Чем это для него так важно? Понимаете? Вот. Вот. Вот я, я бы рекомендовал вам, вот, все-таки, все-таки, на этом заострить внимание. Вот. И вообще, чем больше, чем больше какой-то будет у вас откровенности, чем больше у вас будет каких-то таких доверительных разговоров, тем лучше. Вот. Просто пока вообще не понятно, насколько вы близки и что между вами общего. Вот. То есть, обычно людей что-то объединяет, да, чтобы они вместе, вместе были. Вот. А что объединяет вас, ну, если честно, если честно, непонятно, что вас объединяет. Что у вас общего, вот, если честно, не ясно. Поэтому я думаю, что исходить вам нужно из этого. То есть, если вы познакомились с человеком, вот, для каких-то целей, да, ну, своих, например, это одно. Тогда, и ожидать от него многого не стоит. Ну, если вы, ну, соответственно, поднакомитесь с человеком, потому что, а-а-а, у вас ведь что-то общее. то именно на это вот что-то общее, да, и нужно опираться. То есть не на вытянение отношений, не на ещё какие-то моменты, а именно вот на то общее, что между вами есть. Это будет правильно, это будет справедливо. Так, значит, я не, так, Давид, на связи каждый день переписываемся, созваниваемся, я не понимаю таких отношений, запутываюсь, может, лёгко поставить вопрос, чего хочется от меня и каких отношений. Нет, я бы вопрос поставил, так, что хотите вы, себе, не ему, а себе, чего хотите вы. И уже вот исходя из этого, да, я бы уже и двигался, понимаете? Потому что ваш вопрос, который вы хотите задать, это, извините, ну это как бы, как будто бы какая-то претензия, что ли, предъява, если угодно, это какая-то, знаете, какое-то давление, прессинг, вот, понимаете, и это не даст вам, вот самое, что главное, это не даст вам чего-то прогрессивного в отношениях, понимаете? не даст, потому что, ну, вы таким образом мужчину, по сути, только оттолкнёте от, ну, от себя. Вот, если вы, если вы этого хотите, если вы к этому готовы, то, пожалуйста, это ваше, собственно, право, я полагаю, вот, но если вы не хотите его потерять, то лучше всё-таки так не делать, вот, и, соответственно, вопросы такого типа, как вы, что предлагаете вы задать, да, лучшие вопросы такого типа не ставить, потому что мужчина это, скорее всего, оттолкнёт от вас, вот. Но при этом, при этом с другой стороны, с другой стороны, если вам человек как-то уже неприятен, и вы чувствуете, ну, вот чувствуете, что он вам неприятен, да, вы чувствуете, что это всё как-то уже очень, ну, далеко заходит, то вы можете, конечно, вопрос поставить и таким образом, но тогда имейте в виду, что результат будет негативный, вот. Это вот то, что, это то, что я могу вам ответить здесь. Дальше. Ещё постоянная смена настроения. Говорит, что очень устал, не понимает себя, хочет разобраться в себе, говорит, что хочет жить, жить в настоящем, тогда почему ничего не делает для этого? Ну, понимаете, аноним. Это ваш мужчина, мы его не знаем, мы его в ситуации тоже не знаем. Если он не делает, значит, либо ему это положение чем-то выгодно, в котором он находится, вот, либо у него действительно нет возможности что-либо изменить, ему нужна помощь. Смена настроения, безусловно, свидетельствует о наличии проблем у, ну, у него, потому что, ну, в любом случае смена настроения это не самый хороший, ну, признак, да, как минимум, это признак того, что человек нестабилен, вот, это как минимум. И, естественно, что закрывать глаза на это, ну, не стоит, потому что, если у человека прыгает настроение сейчас, когда он относительно, ну, не близок с вами, то в будущем эта ситуация может усугубиться и он будет, ну, в большей степени подвержен всем вот этим вот негативным аспектам, которых, которых сейчас, возможно, избегает. Вот. Поэтому, если у него есть проблемы, если он не пускает вас в эти свои проблемы, то, соответственно, мужчину лучше оставить там, где он сейчас и заняться своей жизнью, жизнью, да. И если человеку не хватает просто некого такого, знаете, волшебного пинка, как говорят в психологии, вот, то тот факт, что вы от него отдалитесь, по сути, с этим самым хорошим волшебным пинком и он тогда будет что-то делать. Но пока что вы сами действуете достаточно опрометчиво в том смысле, что пытаетесь понять его, но при этом забываете о себе, и это, конечно, весьма и весьма негативно, потому что так вы увеличиваете шанс того, что сами вступите в определённые созависимые отношения, то есть, ну, вы будете зависимы от него, и это уже не будет вам на пользу. Поэтому больше думайте о себе, больше, больше уделяйте внимание себе, говорите о том, что хочется вам, говорите о том, что, ну, что нужно вам, о том, чего, о том, чего желаете вы, вот. И смотрите на то, как мужчина на это реагирует. Если реагирует на это мужчина пассивно, ну, значит, это значит, что человек вам не подходит, и нужно рассмотреть возможность, значит, ну, либо отдаление от него, да, либо, значит, паузы в отношениях, либо чего-то ещё, вот. Если же мужчина начнёт проявлять больше активность, то ему следует давать хорошую, адекватную связь, вот, в любом случае хорошую, адекватную связь, потому что, ну, мужчине, мужчине нужна поддержка, как что-нибудь, в ситуации, если он действительно, значит, ну, вот, хочет чего-то, да, чего-то хочет, но не может, вот. В этом случае ему нужна поддержка ваша. Но, опять же, опять же, вы не сможете, вот при всём желании, вы не сможете его поддерживать, да, если будете находиться в раздрае сама, сама с собой, вот. Поэтому всё-таки вот на эту тему обязательно подумайте, вот. И обязательно, обязательно, обязательно начните лучше заботиться именно о самой себе, потому что по-другому ситуация будет складываться, ну, как угодно, только не в вашу пользу. Вот. А, поисследуйте своего мужчину, задавайте ему вопросы какие-то, которые могут быть ему интересны, вот. узнаете его поближе, поближе, значит, и когда узнаете его поближе, то можно будет задать ему какие-то, значит, ну, какие-то критерии, да, которые вы можете использовать для того, чтобы лучше его понять и вести себя так, как нравится ему, понимаете. То есть, ведь у мужчины должна быть мотивация, мотивация к тому, чтобы, ну, чтобы ухаживать за вами, чтобы быть более активным, ну, вот. Да надо с мотивацией. А мотивации у него пока что нет, если я правильно понял. Да. Вот. И вам решать, либо вы увеличиваете у него мотивацию, ориентируясь на то, чего он хочет именно, на то, что ему нужно именно. Вот. Да? То есть, либо вы ориентируетесь на это, либо вы просто ему, как бы, говорите, что прости, дорогой, извини, но как бы, как бы, мне не интересно все это, и я хочу от тебя, значит, уйти. Вот. Это такое же ваше право, как и любое другое. Вот. Просто нужно, нужно, чтобы вы сами для себя это определили. Понимаете? Вот. И я думаю, что после этого вы уже, значит, сможете выстраивать адекватную какую-то модель поведения с этим мужчиной. Ух ты, не будете находиться в подвеченном состоянии, если, если только, вы не имеете какую-то выгоду от этого. Но это уже решать исключительно вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.